всем привет дорогие друзья и добро пожаловать на канал с вами руслан рубрика судовые рецепты вы много писали вы долго просили приготовь свою солянку так вот я готов ее показать самая вкусная солянка в мире да да погнали готовить что друзья вот такое количество ингредиентов у меня сегодня на столе это 600 грамм ребер свиных 400 грамм бекона копченого сервелат полкило и сосиски 4 штуки также 2 луковицы 2 моркови сливочное масло лимон по 150 грамм оливок и 150 грамм маслин 6 огурчиков маринованных и 100 миллилитров рассола с них также я подготовил говяжий бульон сказать что чтобы сделать самую вкусную солянку я придерживаюсь такого правила минимум четыре вида мяса и максимум два из них должны быть копченый если возьмете больше копченостей то уже получится как бы не солянка а что-то около горохового супа поэтому это нам не надо я уже это все попробовал испытал проверил поэтому можете сами попробовать и потом написать четыре вида мяса минимум и максимум два из них копченый у меня это копченый бекон и сервелат приступаем готовки так первым делом берем свиные ребра достаем кастрюлю ставим ее на плиту так добавляю масло немного разогреваю из буду закидывать ребра говяжьего бульона у меня чуть больше двух литров остальной объем я долью уже обычной водой закидываем ребра и необходимо их обжарить получив золотистую корочку так пока они обжариваются можно подготовить овощи нарежу лук морковку лучок буду нарезать полу перьями то есть вот так вот так будут полукольца так перья еще напополам и затем нарезаю таким образом это все будем обжаривать сейчас с ребрышками смотрите для того чтобы получить максимально вкусную солянку берите самое ваше любимое и самое вкусное мясо в этом заключается весь залог успеха этого шедеврального блюда потому что солянка это про мясо а мясо здесь во первых должно быть много во вторых оно должно быть вкусное так что на этом друзья лучше не экономить если вы хотите получить достойную солянку не забываем проверять ребра чтобы они не сгорели нам надо получить от них румяную золотистую корочку затем я буду добавлять сливочное масло и забрасывать лук сливочное масло проверяем так еще немного и можно будет добавлять сливочное масло морковку я натру на терке готовить буду без картофеля так проверяю еще раз замечательно вот такого результата я добивался теперь сливочное масло столовую ложку и лук берем а перечень всех ингредиентов и пропорции вы можете найти в описании под видео топим топим масло и добавляю лучок с этим есть это на мойку также лучок слегка прижариваем и буду добавлять морковку а пока огурчики огурчики жопки я срежу и нарежу его и нарежу их соломкой не сильно мелкой такой средней вот по поводу нарезки во всех супах я придерживаюсь такого правила чтобы было удобно зачерпнуть большинство ингредиентов на одну ложку и как бы за раз ощутить спектр всех вкусов поэтому нарезка должна быть такой которая будет помещаться на ложке не знает ну там не длинные такие знаете волокна огромные и не стебли по 30 сантиметров либо потом вот такие вот огромные куски все должно быть такого размера что помещалась в ложку было комфортно и удобно кушать мы же на суп не смотреть будем правильно так проверяю отлично морковка морковка может впитать в себя масло поэтому за этим тоже надо следить чтобы она обжаривалась и для этого мы можем слегка подлить чуточку масла еще все на средней температуре дальше обжариваем через минут пять после обжаривания морковки я буду добавлять томатную пасту 2 столовые ложки на 5 литров супа готового потому что смотрите с томатной пасты тоже будьте аккуратны не переборщить ее потому что у вас может получиться томатный суп она должна быть здесь для цвета и для вкуса то есть придавать сладость нашему блюду томатный привкус но слегка то есть он не должен перебивать основные ингредиенты поэтому две столовые ложки томатной пасты на 5 литров супа будет вполне достаточно теперь приступаю к оливкам и маслинам подготовлю их также заранее надо совмещать все процессы жидкость я с них слил теперь я хочу нарезать небольшими колечками ну буквально вот на три части их буду разрезать этого будет вполне достаточно чтобы попадалось каждому ложку по маслинке по оливке и давала такой вкусовой взрыв это будет просто бомбически просто бомбически друзья когда вы попробуете эту солянку вы просто не признаете другие поверьте я вам врать не буду и вам не соврут все эти люди которые пробовали эту солянку помню что я готовил солянку не такую это была моя первая солянка тогда на защиту диплома в 26 училище в одессе и все прошло на высшем уровне с тех пор я ее совершенствовал перебирал изучал разные рецепты и вот самая вкусная в мире солянка если вы мне не верите попробуйте приготовить ее и скажите насколько я был прав так маслин и оливок я возьму по 100 грамм потому что по 150 будет многовато и смотрите вы часто пишите что в основном это под рубрикой рабочий день судового повара оставляй рецепты судовая жизнь судовая кулинария это такое где ты должен подходить более творчески к процессу приготовления они с точки зрения технологических карт потому что где-то какой-то ингредиенты должен заменить где-то ты получил допустим не то что ты хотел не тот бренд не то качество и так далее и постоянно ты должен как бы выкручиваться с разных ситуаций поэтому я готовлю чаще всего на глаз так я знаю что у меня что-то не сгорит где-то не переготовится и так далее в плане везде духовки разные где-то есть пара конвектомат где-то его нету температуры тоже при разном оборудовании отличаются и нельзя в на суде удерживаться 100 строго технологической карты строго вот такая температура на такое время так не бывает потому что всегда везде разные условия работы и разные оборудование где-то она есть где-то его нету и надо играться поэтому я и не указываю большинство рецептов количество ингредиентов пропорции так далее потому что каждый раз это все отличается но здесь я вам все расскажу вот протушилась и обжарилась морковка теперь я делаю вот такую вот площадку в центре кастрюли куда буду добавлять астаматную пасту вот так вот две столовые ложки уходят в кастрюлю теперь необходимо ее обжарить чтобы не было вот это вот привкуса сырого томата поэтому на маслечке и сейчас обжариваю и буду добавлять уже огурчики погода сегодня спокойная штиль просто зеркало так что работать можно так томат обжарил добавляю огурчики и наливаю рассол вот так дальше буду уже регулировать вкус и теперь я ставлю сковородку и мне надо сделать поджарочку с нашего мяса дабы получить такие пригаринки чтобы вытопить немного жирка который пойдет уже в наш суп просто замечательно запах стоит просто невероятный друзья бекон сервелат огурчики здесь ребрышки у меня уже слюнки текут представляю что у вас так смотрите чтобы не подгорало сейчас я добавлю немного бульона вот и лаврушки лаврушку надо подшмолить так она даст намного больше аромата посмотрите жирок уже начал вытапливаться все соки собрались в одной сковородке все теперь сейчас оставлю чтобы слегка поджарить здесь бульончик кипит лаврушечка дает свои ароматы ребрышки растушились сейчас слегка поджарится буду высыпать уже в кастрюлю заливать бульоном и томить все можно высыпать поджаринки получили посмотрите какая красота красота ну как это можно назвать кулинарией готовкой стрип ней это искусство друзья это просто шедевр а если вы это еще и делаете с любовью то так то все будет вкусно так перец свежемолотый обязательно и заливаю бульоном солью будьте аккуратны потому что копчености наши уже имеют соленоватость так что с этим надо быть аккуратным сейчас добавлю еще воды просто посмотрите сколько вкуса здесь я думаю что вы и через камеру это почувствуете теперь оставляем покипеть буквально 10 минут вот оно закипит 10 минут покипеть и буду заправлять дальше а добавлять я дальше буду оливки маслины и когда сниму заправлю еще чесноком и добавлю лимон уже после того как сниму с плиты смотрите что я буду делать с лимоном я например ну я думаю большинство из вас не любит когда лимон попадает в суп и цедра лимона она горчит то есть ты когда ешь потому что есть рецепты когда лимон рубят соломкой и добавляют в суп и чтобы он попадал на каждую ложку я так не люблю я делаю иначе я добавляю лимон в самом конце после того как снял уже с плиты а нарезаю я его вот такими вот колечками слайсами не сильно тоненькими и он отдаст свой вкус эту вот привычную солянки кислинку вот 5 таких ломтиков будет достаточно и красиво будет смотреться и если оно попадет допустим в тарелку его будет легко достать из нее если кто-то не любит если кто-то любит может допустим загнуть и съесть только мякоть и эта горчинка цедры не будет мешать вам наслаждаться великолепным супом все суп закипел 10 минут покипел теперь я добавлю оливки маслины и теперь буду пробовать на вкус чеснок напомню друзья что я его не солил поэтому сейчас узнаем как раз необходима еще соль или нет да можно немного дать соль еще буквально пол столовой ложки и все сейчас снимаю с плиты добавляю лимон и оставляю настаиваться на 15-20 минут и можно подавать посмотрите прелесть просто прелесть теперь ложечку сметанки укропчик ну что еще надо посмотрите на эту красоту ну что нет друзья всего хватает та самая кислинка по соли отлично мясо вкуснейшее так что всем приятного аппетита огромное спасибо за просмотр с вами был руслан готовьте со вкусом и до встречи в новом видео ну что а как солянка очень хорошо я тебе не раз говорю что у тебя святоцепляно что надо на здоровье ох Руслан Руслан задираешь благо вкусная солянка вкусная лимон м м Субтитры подогнал «Симон»